3 октября 1907 года. Собака. В некоторых отношениях я был всегда исключительно щепетилен. Даже в самом раннем возрасте я не мог заставить себя воспользоваться деньгами, добытыми нечестным путем. Я пытался не раз, но добродетель всегда торжествовала. С полгода тому назад генерал-лейтенант Нельсон А. Майлз давал в Нью-Йорке пышный обед. Перед тем, как идти к столу, мы с генералом о чем-то болтали в гостиной, и он мне сказал. — Мы с вами знакомы лет тридцать, не правда ли? Я сказал. — Да, в этом роде. Он задумался и сказал. — А ведь мы могли встретиться в Вашингтоне в 1867 году. Мы были там в одно время. Я сказал. — Да, но Вы забываете, что я был никому неизвестен, не подавал еще даже надежд. Вы же, прославленный герой гражданской войны, только что вернулись в блистательной кампании на Дальнем Западе, получили звание бригадного генерала, и Ваше имя было у всех на устах. — Если бы мы и встретились, эта встреча давно испарилась бы в Вашей памяти, разве что, если бы она была связана с чем-нибудь чрезвычайным. Прошло уже сорок лет. Разве можно так долго хранить в памяти случайную встречу? Тут я направил беседу по другому пути и имел к тому достаточный повод. Я мог бы напомнить без труда генералу, что мы с ним встречались в 1867 году в Вашингтоне, но я воздержался из боязни сконфузить себя и его. Дело было вот так. — Я только вернулся тогда из поездки на Квакер-Сити и заключил договор с Элиша Блиссом из Хартфорда на книгу о моем путешествии. Я был без гроша и отправился в Вашингтон поискать что-нибудь подходящее, чтобы продержаться, пока я буду писать свою книгу. В Вашингтоне я встретил Уильяма Суинтона, и мы вместе с ним разработали план, как добывать хлеб насущный. Мы стали отцами и основателями совсем нового начинания, столь привычного ныне в газетной работе. Мы создали первый на нашей планете газетный синдикат. Он был невелик, но начинают с малого. В списке наших клиентов значилось 12 газет. Это были газетки, влачившие жалкое существование в самых безвестных глухих углах нашей страны. Все они были чрезвычайно горды, что имеют собственного корреспондента в столице, а мы были очень довольны, что являемся предметом их гордости. Каждая из газет получала от нас два еженедельных письма по доллару за письмо. Каждый из нас писал раз в неделю письмо и, размножив его в 12 экземплярах, посылал нашим патроном. Таким образом, мы вдвоем зарабатывали 24 доллара, на которые при наших скромных расходах могли жить вполне беспечально. Свинтон был одним из самых милых людей, каких мне доводилось встречать, и согласие нашей совместной жизни не знало предела. Свинтон был от природы тактичен. Воспитание развило в нем эту черту. Он был высокообразованным человеком, был ангельский кроток, был чист и в речах, и в помыслах. Он был шотландец и пресвятерианин старой закваски. Я имею в виду, что он был предан своей религии, относился к ней с глубокой серьезностью и черпал в ней утешение и душевный покой. Пороков у Свинтона не было ни одного, не считая бескорыстной и нежной страсти к шотландскому виски. Я не считал это пороком. Свинтон, как сказано, был шотландцем, а для шотландца с шотландской виски все равно, что молоко для человека другой национальности. Скорее, это была добродетель. Правда, не из дешевых. Еженедельные двадцать четыре доллара были для нас состоянием, если бы не бутылка. Бутылка же требовала непрестанных расходов, стоило денежному переводу чуть задержаться, и мы оказывались на краю бездны. Был как раз такой случай. Нам требовалось три доллара. Они были нужны нам в сию же минуту, немедленно. Уже не помню, на что они были нужны. Только помню, что были нужны до зарезу. Свинтон сказал мне, чтобы я шел и достал три доллара. Сказал, что и он пойдет тоже. У него не было и тени сомнения, что мы с ним достанем нужные деньги. Такова была твердость его религиозных воззрений. Я, говоря по совести, не разделял его веры, я понятия не имел, где мне добыть три доллара, и так ему и сказал. Я увидел, что ему стало стыдно за слабость моей веры. Он сказал, чтобы я не раздумывал, Бог нам поможет. Он сказал это так, словно это само собой разумелось. Я увидел, что он действительно уповает на Божью помощь, и счел нужным сказать, что, насколько я знаком с этим предметом, не буду передавать нашего спора. Его твердая вера подкрепила меня. Я вышел почти уверенный, что Бог нам поможет. Битый час. Я скитался по улицам, тщетно стараясь придумать, как мне достать три доллара. Наконец я забрел в Эбитхаус, это был новый отель, и присел отдохнуть в холле. Вскоре в холл вбежала собака. — Ты не обидишь меня? — прочел я в ее глазах. Я ответил ей тоже взглядом, что она найдет во мне друга. Она благодарно помахала хвостом, подошла, положила мордочку мне на колени и устремила на меня неотразимо ласковый взгляд к орехглав. Это было прелестное существо, изящное, как юная девушка, все в шелке и бархате. Я поглаживал ее шелковистую голову и ласкал ее вислые ушки. Мы походили на влюбленную пару. В эту минуту бригадный генерал Майлз, герой дня, вошел в холл отеля молодцеватой походкой в синим золотом нарядном мундире, привлекая к себе внимание присутствующих. Он увидел собаку и сразу остановился. Глаза его загорелись. В его сердце, как видно, жила еще страсть к этим милым зверям. Генерал наклонился и погладил собаку. Какой чудный песик! Просто красавец! Не продавите ли вы его? Я был поражен. Вот оно чудо! Предсказание свинта она начинало сбываться. Я сказал. Что же, могу продать? Сколько вы просите? Три доллара. Генерал, видимо, удивился. Три доллара? Только три доллара? Но ведь это замечательная собака. Она должна стоить не меньше пятидесяти долларов. Будь я хозяин, я не продал бы ее и за сто. Подумайте, я не хочу обижать вас. Если бы он знал действительное положение вещей, он понял бы, что не может меня обидеть, равно как я не могу обидеть его. Я отпятил твердо, так же, как в первый раз. Три доллара. Я прошу за собаку три доллара. Что же? Пусть будет по вашему, сказал генерал. Он уплатил мне три доллара, взял собаку и поднялся с ней по лестнице. Минут через десять в холл вошел пожилой человек с меланхолическим выражением лица и стал бродить взад-вперед, заглядывая под столы и под кресло. Я спросил его, что вы ищете, не собаку ли? Его лицо было озабочено и печально. Теперь оно засветилось радостью. Он воскликнул. Да, вы ее видели? Видел, сказал я. Она только что была здесь. Я видел, как она пошла за одним джентльменом. Если желаете, я мог бы ее разыскать. Я никогда не встречал такого выражения признательности. Дрожащим от благодарности голосом он сказал, что просит меня поискать собаку. Я сказал, что готов быть полезным, но поиски могут быть хлопотными. Могу ли я рассчитывать на некоторое вознаграждение? Он сказал, что вознаградит меня с радостью. Он несколько раз повторил это с радостью и спросил, сколько я хочу. Я сказал, три доллара. Он был удивлен. Он сказал, это же гроши. Я охотно уплачу вам десятку. Но я повторил. Нет, я прошу три доллара. И, не дожидаясь ответа, направился к лестнице, ведущей наверх. Божья помощь испрашивалась с Винтоном в размере трех долларов, и я счел бы кощунственным просить хоть на цент больше. Проходя мимо конторки портье, я узнал у него номер комнаты генерала и поднявшись за стол генерала Майлса поглощенным блаженной возней с собакой. Я сказал, мне очень жаль, но я пришел за собакой. Он был поражен и сказал, за собакой? Но это моя собака. Вы ее продали мне. Я уплатил вам, сколько вы просили. — Верно, — сказал я, — все так. Но я должен вернуть собаку хозяину. — Какому хозяину? — Хозяину этой собаки. Собака чужая. Генерал был изумлен пуще прежнего и на минуту лишился речи. Потом он сказал, — Вы хотите сказать, что вы продали чужую собаку и сделали это сознательно? — Да, я знал, что это чужая собака. — Как же вы ее продали? Я сказал, — Вы задаете странный вопрос. Я продал ее, потому что вы попросили. Вы предложили купить собаку. Вы не можете этого отрицать. Я не навязывал ее вам и вообще не думал ее продавать. Но мне показалось, что раз представляется случай оказать вам услугу, он прервал меня на полусловие. — Оказать мне услугу? Это самый поразительный способ оказывать людям услуги. — Подумать только! Продать мне заведомо чужую собаку! Тут я прервал его и сказал. — Вы спорите не по существу, генерал. Вы сами сказали, что такая собака может стоить сто долларов. Я взял с вас три доллара. Разве это не доказывает мое бескорыстие? Вы предлагали мне больше, вы помните. А я взял только три доллара. Вы не можете это оспаривать. — Боже мой! Какое это имеет отношение к делу! Суть в том, что собака не ваша. Неужели вам это не ясно? Вы, очевидно, считаете, что в продаже чужой собаки нет ничего худого, если вы продаете ее по дешевой цене. — В таком случае... Я сказал. — Давайте прекратим этот спор. Цена, которую я взял за собаку, учитывая, что это чужая собака, была справедливой и честной. Вы не можете обойти этот факт. Спорить дальше значит попусту тратить время. Сейчас я должен забрать собаку, потому что хозяин ищет ее. Это ясно как день. Я должен забрать собаку. Другого выхода нет. Поставьте себя на мое место. Допустим, вы продали мне чужую собаку. Допустим, теперь... — Послушайте, — сказал генерал, — не сводите меня с ума с своими идиотскими рассуждениями. Берите собаку и оставьте меня в покое. Тогда я вернул ему полученные за собаку три доллара, спустился по лестнице, передал собаку владельцу и получил от него другие три доллара за беспокойство. Я ушел с чистой совестью. Барыш мой был честным. Я никогда не смог бы потратить три доллара, которые я получил за собаку, потому что собака была чужой. Но три доллара, которые я получил, вернув собаку владельцу, были мои целиком и полностью, ибо я заработал их честным трудом. Без меня он, возможно, не нашел бы собаку, лишился бы ее навсегда. Мои нравственные правила остались непоколебленными. Я всегда стремился быть честным и не сойду с этой стызи. Никогда я не мог заставить себя воспользоваться деньгами, добытыми нечестным путем. Так было дело. Кое-что, впрочем, я выдумал. 10 октября 1907 года ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ То, что называется публичным чтением, было, по-моему, впервые введено в качестве общественного развлечения Чарльзом Диккенсом. Он привез эту идею из Англии в 1867 году. У себя на родине он завоевал этой идеей признание, а в Америке она так привелась и стала так популярна, что Диккенс всегда читал в переполненном зале и за один только сезон заработал 200 тысяч долларов. В том сезоне я слышал его один раз. Это было в декабре. С тайной Холли. И это принесло мне богатство не в долларах. Сейчас речь идет не о долларах, нет. Настоящее богатство всей моей жизни. В тот день я зашел в отель Сент-Николас навестить Чарли Лэнгдона, моего товарища по путешествию на Квакер-Сити, и был представлен милой, застенчивой и прелестной девушке, его сестре. Все семейство отправилось слушать Диккенса, и я вместе с ними. Это было сорок лет тому назад. С того дня и до сих пор сестра Чарли Лэнгдона ни на минуту не покидала моего сердца и моих мыслей. Мистер Диккенс читал по книге отрывки своих произведений. С моего места он показался мне маленьким, тоненьким, довольно причудливо одетым, далеко не заурядным и живописным по внешности. На нем был черный бархатный сюртук с большим ярко-красным цветком в петлице. Он стоял под навесом, обитым красной материей, за косым краем которого висело несколько ярких ламп. Таким устройством пользуются художники, когда хотят сильнее осветить большую картину. Слушатели Диккенса сидели в приятном полумраке, а он выступал, освещенный ярким светом скрытых от зрителя ламп. Он читал с неподдельным чувством и воодушевлением в сильных местах и производил потрясающие впечатления. Надо сказать, что он не просто читал, но играл при этом. В его чтении сцена бури, во время которой гибнет Стирфорд, была так выразительно, так полна жизни, что слушатели были буквально потрясены. Диккенс создал моду, которой пытались следовать другие, но не помню, чтобы кому-нибудь удалось добиться на этом поприще прочного успеха. Публичные чтения были через некоторое время прекращены и не возобновлялись в течение двадцати с лишним лет после того, как Диккенс положил им начало. Затем они опять выплыли на поверхность и некоторое время барахтались в виде того курьезного и нехитрого промысла, который назывался «авторские чтения». Когда самому Господу Богу стало невбоготу от этих злодеяний, авторские чтения перестали докучать миру и канули в лету. Чтение, лекции, просто чтение были совсем разные вещи. Лектор не пользовался ни записями, ни тетрадками, ни книгами, он заучивал свою лекцию наизусть, читал ее из вечера в вечер, не меняя ни единого выражения. Весь лекционный сезон, четыре зимних месяца. Лекции уже много лет пользовались популярностью у нас в стране, а я вступил на это поприще в 1868 году, в эпоху их расцвета. В каждом городе тогда завелась общественная организация, которая ежегодно в мертвый сезон готовила программу лекций к наступлению зимы. Лекторов они выбирали по списку Бостонского лекционного агентства, в зависимости от количества населения в данном городе и его платежеспособности. Курс обычно состоял из восьми или десяти лекций. Требовалось только одно, чтобы этот курс окупился, на прибыль никто не рассчитывал. За всем маленьким городкам приходилось мириться с пятидесяти долларовыми лекторами и лектрисами и с одной-двумя второсортными звездами в виде аттракциона. Города побольше приглашали только стодолларовых лекторов и лектрис, добавляя к ним в качестве аттракциона Джона Б. Гофа, Генри У. Бичера, Уэнделла Филлипса. В больших городах пускали в ход всю эту плеяду звезд. Ани Диккенса платили четыреста долларов за вечер. Столько же и Генри Ворду Бичеру, столько же и Гофу, если он не брал пятьсот, а то и шестьсот долларов. Не помню, сколько платили Уэнделлу Филлипсу, но тоже много. Я занимался лекционной деятельностью три сезона, ровно столько, сколько нужно, чтобы обучиться этому ремеслу. Потом, после утомительной кочевой жизни, удалился в лоно семьи в новом для меня качестве женатого человека и отдыхал под домашним кровом лет четырнадцать-пятнадцать. Теперь за устройство лекций взялись спекулянты и любители легкой наживы, надеясь на этом разбогатеть. Пять лет они окончательно развалили это дело, и когда я на один сезон вернулся на эстраду в 1884 году, там царило блаженное молчание, длившееся уже десять лет, и новое поколение понятия не имело о лекциях и не знало, как к ним относиться и что с ними делать. Трудная была публика эти новобранцы, и нам с Кэйблом приходилось подчас очень туго. Кэйбл уже три года разъезжал по всей стране один, читая отрывки из своих романов. Он был хорошим чтецом, потому что обладал природным даром, но, к несчастью, он стал готовиться к чтениям и брал уроки дикции у одного учителя, и так хорошо и основательно обучился, что, когда понадобилось выступать, он сделался театрален и неестественен, и слушать его было уже и в половину не так приятно и занимательно, как в золотые дни его невежества. Мне захотелось попытать счастье. Я нанял на процентах майора Понда с тем, чтобы он возил меня по всей стране, а в помощники взял Кэйбла за шестьсот долларов в неделю, путевые расходы на мой счет, и мы отправились в наше рискованное турне. Это было чудовищно. По крайней мере, в начале. Отрывки я выбрал довольно удачно, но не выучил их. Я думал, что надо только делать как Диккен, выходить на эстраду и читать по книжке. Так я и сделал, и все испортил. Написанные вещи не годятся для живой речи. У них книжная форма, они жесткие, лишены гибкости, и в устной передаче теряют весь свой смысл и эффект. Там, где цель рассказа только развлекать, а не поучать, надо его смягчить, обломать, оживить и перевести в простую форму непринужденного разговора, иначе публика соскучится, а не развеселится. Целую неделю я выступал с книжкой, а потом отложил ее в сторону и больше никогда не выносил на эстраду. Тем временем я выучил рассказы наизусть, в устной передаче они скоро приобрели гибкую разговорную форму, и вся излишняя точность и правильность исчезли без следа. Среди других вещей, читанных мной с эстрады, был написанный на диалекте и потому производящий необычное впечатление отрывок из «Налегке», который я озаглавил «Старый дедушкин баран». Я его выучил наизусть, и после этого при рассказывании с эстрады он начал меняться и сам собой редактировался и корректировался вечер за вечером, и в конце концов я уже не боялся выступать с ним перед публикой, а наоборот полюбил его и рассказывал с удовольствием. Я и сам не знал, насколько значительны были внесенные изменения, а узнал это только через 10 или 11 лет, к концу сезона в Нью-Йорке, когда мне пришлось однажды взять свою книгу в гостиной и по просьбе десятка знакомых обоего пола прочесть эту главу. Она не читалась. То есть я был не в состоянии прочитать ее вслух. Я возился с ней минут пять, потом бросил и сказал, что лучше постараюсь рассказать, если вспомнил. Оказалось, что память меня не подвела. После такого долгого перерыва она почти безошибочно воспроизвела тот вариант, который я рассказывал с эстрады. Кажется, я и сейчас помню этот вариант, и мне хочется повторить его здесь, чтобы читатель, если желает, мог сравнить его с тем, который рассказан в нарезке, и отметить, насколько устная версия разнится от написанной и напечатанной. Замысел рассказа — показать дурное влияние хорошей памяти, такой памяти, которая чересчур хороша, все помнит и ничего не забывает, которая лишена чувства меры, не умеет отличить значительного события от незначительного, хранит их все, отмечает их все и замедляет ход рассказа, делает его невозможно, непроходимо запутанным и невыносимо скучным для слушателя. У рассказчика старого барана была именно такая память. Он не раз пытался рассказывать эту историю своим товарищам, тоже золотоискателям, но никогда не мог довести ее до конца, ибо память препятствовала всем его попыткам удержаться на прямой дороге. Она упорно нагромождала на его пути кучу ненужных подробностей, не имевших никакого отношения к рассказу. Эти новые подробности увлекали его и уводили в сторону. Как только подвертывалось какое-нибудь имя или знакомое семейство или еще что-нибудь, не относящееся к делу, он отступал от своей темы, чтобы рассказать все о человеке, который носил это имя, или все подробности об этой семье, и в результате, положив на это столько трудов, уходил все дальше и дальше от незабвенного случая с дедушкиным бараном и обыкновенно засыпал, не добравшись до конца, а вместе с ним засыпали и все его приятели. Один раз он подошел так близко к концу, что ребята загорелись надеждой. Они поверили, что наконец-то узнают, какой такой случай вышел с дедушкой и что же, собственно, произошло. После обычного вступления рассказчик начал. Так вот, я и говорю, он купил этого старого барана у одного человека в округе Сискил, привез его домой и выпустил на луг. А на следующее утро вышел поглядеть на него, да нечаянно уронил в траву десятицентовую монетку и нагнулся за ней, вот так, и стал шарить в траве. А баран стоял на горке и глядел на него. А дедушка не видел барана, потому что стоял к нему спиной и искал монетку. Вот я и говорю, он стоял вот здесь, под горкой, нагнувшись вот так, и шарил в траве, а баран стоял повыше, на горке. А Смит стоял вот тут. Нет, не тут, а немножко подальше, в шагах, может, пятнадцати. Значит, дедушка нагнулся пониже, вот так, а баран стоит наверху и смотрит, знаете ли, а Смит в раздумье. Нет, баран нагнул голову вот так, а Смит из Калавераса. Нет, это не мог быть смысл из Калавераса. Я теперь припоминаю, что не он. Ей-богу, это был Смит из округа Туларе. Конечно, он. Я теперь отлично припоминаю. Значит, Смит стоял вот тут, а дедушка вот здесь, знаете ли, и нагнулся вот так, шаря в траве. И когда старый баран увидел его в такой позе, он это счел за приглашение. И вот он, пожалуйста, скатился вниз под горку со скоростью 30 миль в час. И по глазам видно, что неспроста. Понимаете ли, дедушка повернулся к нему спиной, да еще нагнулся вот так. И, само собой, да нет, это был вовсе не Смит из Туларе. Это был Смит из Сакраменто. Боже ты мой, как же я мог перепутать этих Смитов? Ведь Смит из Туларе просто никто. А Смит из Сакраменто, ну как же, ведь Смит из Сакраменто, южане, из лучшего рода, во всех Соединенных Штатах. Лучше их семьи, нет никого на юге. Сами посудите, один из Смит женился на миссис Уиттекер. Кажется, из этого можно понять, с какими людьми водили Смиты. Нет, не было семьи лучше семьи Уиттекеров. Это вам всякий скажет. Возьмите хоть Марию Уиттекер. Вот это была девушка. Мала ростом? Ну да, роста она была маленького. Так что ж из этого? А зато какое сердце! Сердце у нее было прямо как у Буйвола. Мягкое, доброе, великодушное. Не сердце, а чистое золото. Своего добра не жалела. Чего у нее не попросят, отдаст обеими руками. Бери, пользуйся ей не жалко. Да, вот какая была Мария Уиттекер. Ничего для других не жалела. Все, бывало, отдаст. Нати, берите. Один глаз у нее был стеклянный. Так она и его давала взаймы Флоре Энн Бекстер, когда приходили гости, а та была большого роста. И этот глаз ей не годился. Глаз был номер седьмой, а ей бы надо номер четырнадцатый. И он никак не сидел спокойно, а все вертелся. Стоит ей бывало моргнуть, как он уже и завертится. Красивый был глаз, и очень был ей к лицу, потому что спереди он был светло-голубой, а сзади позолоченный. К другому глазу он, пожалуй, не совсем подходил. Тот был желтоватый карий, такой спокойный, тихий. Знаете, какие бывают эти глаза? Не беда. Зато вместе они отлично действовали и выглядели очень интересно. Когда Флора Энн, бывало, моргнет, голубой с золотом глаз начинает вращаться, а другой глядит неподвижно. А когда она оживлялась, искусственный глаз начинал вертеться, вертеться, все быстрее и быстрее и сверкал то голубым, то желтым, то голубым, то желтым. Так что даже первый мудрец на свете не мог бы сказать, какое у нее выражение лица с этой стороны. Флора Энн Бэкстер вышла замуж за Хогадорна. По одному этому, я думаю, вы можете судить, из какой семьи она была. Это же старый мэрилендский робот с восточного побережья. Во всех Соединенных Штатах не найти семьи лучше, чем эти Хогадорны. Салли, то есть Салли Хогадорн, вышла за миссионера, и они отправились вместе проповедовать Евангелие людоедам на какие-то отдаленные острова, где-то посредине океана, объехали ради этого чуть ли не вокруг света. И людоеды ее съели, и его тоже съели, а это уже непорядок. Есть, полагается, не миссионеров, а только членов их семей. И когда людоеды поняли, что наделали, то ужасно огорчились. И когда родственники прислали к ним за вещами, так они и так и сказали. Сказали, что очень сожалеют и извиняются, и что больше этого не будет. Просто вышел несчастный случай. Несчастный случай! Вот это уж глупости! Никаких несчастных случаев не бывает и быть не может. Все в мире происходит по воле проведения, более мудрого, чем мы, и всегда направлено к благой цели. Какая это благая цель, мы, конечно, не всегда знаем. Так же вот это было и с родными, которые не досчитались миссионер с женой. Но сейчас нам это ни к чему, да и не наше это дело. Нам следует знать только, что это совершилось по воле проведения и с благой целью. Да, сэр, никаких несчастных случаев на свете не бывает и быть не может. Если стрясется что-нибудь такое, что вам покажется несчастным случаем, то вы так себе и говорите, что это вовсе не несчастный случай, а воля проведения. Взять хотя бы моего дядю Лэма. Что вы на это скажете? Я вас только прошу, послушайте, что вышло с дядей Лэмом, а потом будем говорить о несчастных случаях. Вот как это было. Дядя со своей собакой был в центре города и стоял, прислонившись к лесам, больной или пьяный, или я уж не знаю что, а какой-то ирландец поднимался в это время по лестнице вверх вместе с кирпичами, свалился на какого-то прохожего и вышиб из него душу, так что через две минуты можно было звать следователя. Так вот, все говорили, что это несчастный случай. Несчастный случай! Никакого тут не было несчастного случая, а воля проведения, и во всем этом таилась самая высокая благая цель. Если бы не подвернулся прохожий, то этот ирландец убился бы. Говорили, воля проведения! Как бы не так! А собака-то была зачем? Почему же собака для этого не годилась? По очень простой причине. Собака увидала бы, что он валится. Ни на одну собаку нельзя рассчитывать, что она выполнит волю проведения. Ирландец никогда не мог бы свалиться на собаку, потому что... Позвольте, как же звать эту собаку? В раздумье. Ах да, Джаспер! Очень хорошая была собака. Не какая-нибудь простая и не ублюдок, а помесь. Помесь! Это такая собака, которая подобрала все самые лучшие качества, какие только есть у собачьей породы. Это вроде синдиката. А у блюдок всякую дрянь, что останется. Вы еще не видывали такой замечательной собаки, как этот Джаспер. Дядя Лэм достал его уиллеров. Вы верно слыхали про уиллеров? Во всех южных штатах не найти семьи лучше, чем эти уиллеры. Так вот, в один прекрасный день уиллер о чем-то замечтался. Да так замечтавшийся расхаживал по ковровой фабрике, как вдруг его зацепило машиной и поволокло. И не успели бы вы оглянуться, как он уже сновал по всей фабрике от чердака до подвала с такой быстротой, что даже ничего не было видно. Слышно только было, как он со свистом проносился мимо. Ну, вы сами понимаете, что, попав в такую передрягу, человек уж не может вернуться домой в том же виде, в каком вышел. Нет, уиллеров откало в тридцать девять ярдов первосортного ворсистого ковра. Вдова очень расстроилась просто до невозможности, ужасно его жалела и сделала для него все, что могла, при тех обстоятельствах, надо сказать, из ряда водуходящих. Она купила всю штуку, тридцать девять ярдов, решила устроить ему приличные похороны, чтобы все было честь честью. Только свертывать ковер она не пожелала, сказала, что она этого не вынесет, а взяла и растянула во всю длину. Вдова хотела купить для покойника туннель, только в то время не случилось продажных туннелей, и она уложила его в красивый ящик и поставила на пьедестал в двадцать один фут вышиной. Так что получились и памятник, и могила вместе. И обошлось дешевле. Шестьдесят футов вышины, и отовсюду видно. И она сделала надпись «Незапвенной памяти тридцати девяти ярдов самого лучшего ворсистого ковра, заключающего в себе бренные останки Миллингтона Джи Уиллера. Ступай и сделай так же!» На этом месте голос рассказчика оборвался. Веки сами собой закрылись от усталости, и он погрузился в дремоту. Так что мы и до сих пор остаемся в неведении, нашел ли дедушка монетку в траве, и не имеем никакого представления о том, что собственно произошло, и даже произошло ли что-нибудь. Сравнив вышеприведенную версию с первоначальной, напечатанной в книге, я все-таки не могу дать точного и определенного объяснения, почему одну можно с успехом рассказывать публике, а другую нет. Причина есть, но она слишком невесома, и на громоздкой подводе слов ее не привезешь. Я ее чувствую, но выразить не могу. Она неуловима, как запах, резкий и бьющий в нос, но не поддающийся анализу. Это безнадежно. Я знаю только, что одну версию можно рассказывать, а другую нельзя. Под рассказыванием я разумею, конечно, рассказ наизусть. Читать по книжке нельзя ни ту, ни другую версию. Существует очень много причин, почему это так. Но есть одна причина, которая уже сама по себе достаточно. Читая по книжке, вы как бы передаете рассказ о том или ином человеке из вторых рук. Вы мим, а не участник. То есть во всем этом есть нечто искусственное, а не реальное. Тогда как рассказывая без книжки, вы сливаетесь с героем рассказа, и скоро сами становитесь этим человеком, точно так же, как это бывает с актером. Величайший из актеров не мог бы увлечь публику, читая по книжке. При таком чтении пропадают самые тонкие приемы чтения. Я имею в виду те рассчитанные эффекты, которые кажутся вдохновением минуты и производят такое сильное впечатление. Например, рассчитанные поиски нужного слова, якобы невольной паузы, якобы невольное смущение, якобы ошибочное подчеркивание не того слова, таящее в себе некий умысел. Все то, что вместе с другими удачно придуманными приемами придает прочитанные вещи пленительную естественность рассказа экспромта. Это может быть пущено в ход и чтецом, и пускается в ход, но искусственность заметна сразу, и хотя слушатели могут восхищаться тем, как все это ловко сделано, это восхищение рассудка, а не сердце. И успех чтеца не полон. Читая по книжке с эстрады, чтец очень скоро убеждается, что одно орудие в его батарее приемов работает непропорционально калибру. Это пауза. То выразительное молчание, то красноречивое молчание, то в геометрической прогрессии нарастающее молчание, которое часто позволяет добиться нужного эффекта там, где его порой не дает даже самое счастливое сочетание слов. Пауза мало чем поможет человеку, который читает по книжке, потому что он не знает и не может знать, какой именно длины она должна быть. Не он сам находит эту меру, это делают за него слушатели. Он должен уловить по их лицам, когда эта пауза достигнет нужной длины. Но он смотрит не на лица, а в книгу, и поэтому определяет длину паузы наугад. Точно угадать он не может, а ничто другое, кроме точности, абсолютной точности, здесь не годится. Тот, кто рассказывает без книжки, имеет все преимущества, когда он доходит до хорошо знакомой фразы, которую он произносил в течение ста вечеров подряд. До фразы, после которой или перед которой есть пауза, то лица слушателей скажут ему, где кончить эту паузу. Для одной аудитории эта пауза должна быть короче, для другой длиннее, для третьей еще длиннее. Рассказчик должен варьировать длину паузы соответственно степени различия между аудиториями. Эти вариации так неуловимы, так тонки, что их можно, пожалуй, сравнить с делениями прибора Прата и Уитни, измеряющего величины до одной пятимиллионной дюйма. Публика двойник этого прибора, она тоже может измерить паузу до мельчайшей дроби, сходящей на нет. Я бывало играл паузой, как ребенок игрушкой. Среди рассказов, которые я разъезжая по свету читал в пользу кредиторов мистера Уэбстера, было три или четыре таких, где паузы играли важную роль, и я их удлинял или укорачивал, смотря по надобности, и испытывал большое удовольствие, когда пауза была точно отмерена, и некоторое огорчение, когда ошибался. В негритянской сказке с привидениями «Золотая рука» одна из таких пауз встречается как раз перед «Когда я выдерживал паузу именно столько, сколько следует, последняя фраза производила потрясающий эффект. Если же пауза была короче или длиннее хотя бы на одну пятимиллионную дюйма, то публика за эту бесконечно малую долю секунды успевала опомниться от глубоко захватившей ее страшной сказки, предугадать развязку и подготовиться к ней, и дело кончалось провалом. В моей коротенькой биографии, которую написала Сюзи, рассказывается о том, как я читал эту страшную сказку молоденьким студенткам Вассарского колледжа. Бедняжка Сюзи сама всегда боялась этой сказки, но на этот раз она собрала все свои силы и твердо решила, что ни за что не испугается. Однако все ее приготовления не помогли ей, когда рассказ дошел до своего кульминационного пункта, по ее словам, все девушки вскочили как один человек, а это доказывает, что я выдержал паузу именно столько, сколько нужно. В рассказе старый дедушкин баран тоже имеется пауза. Она следует за определенной фразой, и когда мы совершали кругосветное турне, миссис Клемент вместе с Кларой терпели добровольные мучения, просиживая целые вечера только для того, чтобы наблюдать за публикой, когда дело доходило до этой паузы. Они считали, что по ее действию на публику можно безошибочно судить об интеллектуальном уровне аудитории. Я держался другого мнения, но не в моих интересах было об этом говорить. Если пауза была выдержана правильно, эффект был обеспечен. Если же пауза была короче или длиннее на одну пятимиллионную дюйма, смеялись умеренно, взрыва не получалось. В рассказе «Старый дедушкин баран» это как раз то место, где обсуждается вопрос, случайно ли свалился ирландец на прохожего или по воле проведения. Если по воле проведения и если единственной целью тут было спасти ирландца, то зачем же понадобилось принести в жертву прохожего? Ведь там была собака. Почему же он не свалился на собаку? Почему собака для этого не годилась? Потому что собака увидала бы, что он валится. Последняя фраза и была та самая, которой ждало мое семейство. Пауза после этой фразы была абсолютно необходима для всякой аудитории, ибо ни один человек, как бы сообразителен он ни был, не может в одно мгновение оценить новый и чуждый для него логический ход, кажущийся на первый взгляд почти непогрешимым. Ход, согласно которому собаку нельзя считать подходящим орудием для спасения ближнего, особенно там, где требуется самопожертвование, ибо она слишком равнодушна к подвигам благочестия и слишком усердно соблюдает собственные интересы, чтобы воспринять повеление свыше.